В волонтерском штабе на улице Мира-9 созданы все условия для того, чтобы делать добрые дела. Главное, чего не хватало добровольцам ранее, это место. Сейчас есть пространство для работы и много света. В центре располагаются объединения надежды вера возрождения, золотые руки ангела, шьем для наших, все для фронта, все для победы, от сердца к сердцу, верное дело мытище и круги добра. Война закончится, однозначно закончится, но мы с вами соберем костят тех людей, которые готовы будут делать добрые дела и дальше. Это огромно, спасибо вам большое, вот честно всей администрации. Волонтерский штаб посетили представители администрации. В ходе диалога они подвели промежуточные итоги года. По гуманитарной, мы уже качество гуманитарной помощи, мы уже оцениваем, но оно совершенно другое. С чего мы начинали в прошлом году, даже по «Единой России», и то, что мы возим сейчас, это небо и земля. В центре плетут маскировочные сети и делают изделия, помогающие бойцам на передовой. Волонтеры также собирают и сортируют гуманитарную помощь. В этот раз администрация передала в штаб 85 одеял, которые вскоре отправятся на фронт. На встрече обсудили, на чем еще стоит сосредоточить внимание. Очень хорошо, что вы сейчас делаете акцент на мирном населении. Это очень хорошо. Но, бывая там, на передке, сталкиваешься с одним, что самые необеспеченные, ну и те, кто больше всего нуждается в помощи, это бойцы ЛНР, ДНР. Попросили волонтеры помощи и для центра. Сейчас некоторым организациям нужна мебель и кулеры с водой. Юлия Купецкая дала поручение выполнить просьбу. Сейчас, несмотря на то, что есть помещение свободное, где можно заниматься тем же плетением сетей, возникла острая необходимость в руках, которые могут приходить и помогать плести те же самые сети, нарезать ткань на эти сети, плести ремешки специальные из паракортовых веревок. Если у вас есть желание стать частью команды волонтеров или оказать поддержку бойцам и жителям новых территорий, звоните в штаб по номерам, которые вы видите на экранах. Анна Смирнова, Первый Матищинский.